Приветствую вас. Ну, знаете, вот у вас небольшой вопрос, достаточно, но очень ёмкий, ёмкий по подтверждению, поэтому я даже вам, если честно, поначалу вот немножечко затруднялся, как ответить, то есть с чего начать отвечать вам, потому что довольно много нюансов было, мне бы не хотелось какие-то нюансы упустить, вот, конечно, лучше всего было бы, если бы вы обратились к психологу приватно, это был бы самый лучший вариант, вот, но тут уж, как говорится, что поделать, да. Смотрите, что получилось. Вы учитесь с парнем, значит, учитесь с ним, и вот у вас вспыхнули чувства, как вы говорите, вспыхнули чувства, и вы начали, значит, встречаться. Про встречались, эммм, какое-то время, про встречались, а теперь у него получается чувство к вам пропасть, и вы вроде бы в него влюблены, ну, даже не вроде бы, а точно вы в него влюблены, а у него, а у него к вам никаких чувств уже нет, ну, по крайней мере, как вот он говорит, да, что у него, у него к вам чувства остыли. И вы, естественно, спрашиваете, как так, как вот могли чувства за такое короткое время, да, взять и исчернуть. Ответ на этот вопрос, конечно, такой. Значит, во-первых, давайте сразу скажем так. Основная ошибка, которую вы сделали, это доступность. Доступность. То есть, вы очень быстро молодому человеку, ну, скажем так, отдались, да, то есть, вот, вы показали себя, ну, скажем так, вы показали себя доступным. Он очень быстро вас получил, он очень быстро вас добился, вот, и, если я правильно понял, у вас очень быстро с ним случился секс. Вот это вот то, что делать вам нельзя было категорически, потому что мужчина вас получил, мужчина очень быстро понял, что вы его, и так же быстро подчислил, что делать, в принципе, больше уже ничего не надо для того, чтобы быть славным в отношениях. То есть, это первая ошибка ваше, значит, на будущее нужно, чтобы вот эта страсть была, чтобы эмоции были, но, чтобы при этом выдержали все-таки человека на расстоянии, если хотите, с ним чего-то посерьезного, вот, действительно, прямо-прямо такого, чтобы, чтобы все было посерьезно. Второе. Молодой человек действительно может ощущать потерю чувств, потому что страсть, ну, как и любое, сколько-нибудь сильное чувство, не может длиться долго. И вполне может быть, что человек, то есть мужчина, ну, просто-напросто немножечко, так вот, скажем, перегорел. Чуть-чуть. Такое, в принципе, бывает, и это, это надо сказать нормально. Нормально, что мужчина мог перегореть. Чуть-чуть. Но это совершенно не означает, что он к вам больше ничего не чувствует. Просто его чувства, его чувства, скажем так, трансформировались немного. И теперь они выглядят немножко иначе. Теперь это просто привязанность, а не справиться так ради, как раньше. Вам нужно относиться к этому, по возможности, спокойно, потому что это нормально, нормальное явление в чувственной жизни человека. Вот, но относяться к этому спокойно, внимательно смотрите за тем, как мужчина себя ведет. Вообще, это вот то, что осталось немножко за кадром в вашем сообщении. Вы говорите, что он заявил вам о пропаже своих чувств, но при этом, он по-прежнему с вами, вы по-прежнему целуетесь и так далее. То есть, собственно, возникает вопрос. Тогда. А что же изменилось у вас? И изменилось ли вообще что-то? Хоть что-то изменилось. Изменилось ли хоть что-нибудь? Если мужчина стал говорить, что у него нет к вам чувств, вот еще. Непонятно немножечко, почему вы ему прям вот так сразу поверили. Он по-прежнему с вами. Он по-прежнему... Мы дальше у вас. Он по-прежнему проявляет к вам внимание и так далее. Вы знаете, очень это похоже на то, что мужчина испугался своих чувств. Знаете, такое вот бывает. К сожалению. Некоторые мужчины, они могут испугаться своих чувств. Вот. И они могут как бы бояться признаться себе, например, себе в том, что у них к вам, у них, к женщине, например, у него к вам, появились какие-то серьезные чувства. Потому что это человека априори делает, ну, скажем так, зависимым от вас. А он, зависимым от вас, естественно, быть не хочет. И поэтому он отдалился. Сейчас. Но при этом он по-прежнему с вами. При этом он по-прежнему проявляет к вам свое внимание. При этом он по-прежнему дарит вам свою ласку, тепло и запах. Насчет манипуляции, ну, может быть, как сказал мой коллега, я, если честно, верю в это с трудом, потому что для манипуляции все-таки нужно быть более зрелым. Мне кажется, что у вас мужчина не такой зрелый, как вот, ну, как это вот может показаться на первый взгляд. Так что я не думаю, что здесь манипуляция есть, если честно. Но вот такую тему мне хотелось бы затронуть. Мы говорим о том, что, значит, у меня есть чувство, и мне плохо без него. Вот это для меня является очень тревожным знаком. Именно с вашей стороны. То есть, почему вам плохо без молодого человека? Он с вами. Он по-прежнему проявляет к вам симпатию. Он по-прежнему дарит вам тепло, ласку. Он по-прежнему рядом. Он ни с кем не встречается. Почему вам плохо? А главное, что заставило вас так быстро вступить с ним в отношениях. Так быстро, что даже, если я правильно понял, периода ухаживания как такового не было у вас. То есть, вы очень быстро сблизились. Опять же, простите, если я делаю неправильный вывод. Но это очень важно. Почему вам плохо без него? И почему вы отволили себе так быстро с человеком сблизиться? Вот это то, что принципиально важно понять в вашей ситуации. От этого, ни много ни мало, зависит будущее ваше отношение с этим человеком, в частности и ваше будущее ваобщество. Я думаю, что это связано. То есть, вот, то, что, значит, то, что вы относительно быстро вступили в отношениях с молодым человеком относительно быстро вы с ним сблизились. Я думаю, что это связано между собой. Мне так это видится, по крайней мере. И если я прав, если это действительно связано, то эта проблема идет из вашего детства. К сожалению. И работать тогда, прорабатывать тогда нужно именно вот, собственно, ваши детско-родительские отношения. Потому что именно детско-родительские отношения в данном случае являются той средой, в которой у вас появились вот эти вот самые, ну, элементы, скажем так, такого вот поведения. Опять же, если у вас есть желание, с этим можно поработать, если у вас есть время, если у вас есть попрятности, если вы действительно хотите, значит, свою ситуацию изменить, если вы действительно хотели бы как-то вот скорректировать свое поведение, сделать его более, более обособленным, более самостоятельным и так далее, то все это, в принципе, можно решить. Главное, чтобы у вас было на это необходимое желание, время и готовность в каком-то сперте. Так что, я рекомендую вам не принижать значения вашей проблемы, а выбрать эксперт на нашем ресурсе и поработать с ним. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился, понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете всего лучшего, желаю вам всего самого доброго и удачи.